Что, друзья, мы встретились с нашей группой, с которой мы проведем ближайшую неделю. Это, кстати, большинство предпринимателей, мы многие из Москвы. Это большая группа, мы сегодня будем путешествовать по Помпеи, но и брать такие мини-экспресс-интервью у тех, кто здесь с нами. Смотрите, вот так выглядит наш лайнер. Италия это не номер один государства, итальянцы не хотят отсюда уезжать. Это ты для себя делаешь, не для меня. 4 миллиона 500 выручки. Мы в Монако. Вот такой ставчик подъехал. Я даже не пригубил просто ни рюмочки. 115-20 долларов. Под Новый год цифра вырастает. С чистой совести. А, окей, короче, нельзя снимать, сорян. Спецаммуниция. А еще можно рации две взять? Маш, как ты оценишь такое? Пафосы выглядит. Боже, Пафос, это выглядит как пейджер. Это как ретет, ретет. Да, я думал реально, что похоже на пейджер. Помните такие? Короче, начинаем экскурсионную часть. У Лианы студия перманентного макияжа. Она вчера купила себе квартиру у вас спросить и будет моя соседка. Вот такая маленькая девочка. Вы смотрите, вся гучи-фигучи. И те девчонки, кто говорят, что все сложно, что нельзя, что нужны какие-то связи в Блаты. Ульяна приехала. Из Якутии. Студия перманентного макияжа на Туверской. 4 миллиона 500 выручки. Вместе. Здесь у меня прибыль сколько? Два с лишним. Как давно это открылось? В июне того года. За год. Расскажи каких-нибудь три главных вещи, на которые нужно обращать девочке внимание при старте бизнеса. Не бояться нести ответственности риски. Отключать ум и чувствовать только сердце свое. Вот такие, видите, с нами прикольные, интересные люди. Сила в том, что разные предприниматели объединяются. Каждый делится своим опытом. Из этого складывается база огромной знаний. И ты что-то внедряешь в свой бизнес. И твой бизнес растет. Ребята, смотрите, это супер технологичное нововведение неаполитанцев. Это вот такой пешеходный переход. Текла река, а здесь для пешеходов был проход. Еще несколько таких пешеходных переходов. Вот такие были предприимчивые ребята. Вот эта улица, это улица, по которой ходили раньше люди. Это дома, в которых раньше жили люди. Там бекли хлеб, а здесь жили люди. Представьте, это было все уничтожено в один день после извержения вулкана. Еще страшно себе даже подумать, как это было. И при этом люди продолжают здесь жить. Итальянское правительство, наоборот, предлагает дополнительные субсидии за переезд с этого подножия Везувия, за переезд в другие провинции Италии. На юг, на север. За 40 лет уехало всего 5000 семей, при том, что здесь миллион человек живет вокруг вулкана, а вулкан действующий. И все это из-за того, что здесь супер плодородная почва. Как картошка за один год здесь дает три урожая. Итальянцы не хотят отсюда уезжать, несмотря на то, что они постоянно находятся в опасности того, что вулкан может извергнуться в любой момент. Короче, какой вывод? Итальянцы очень предприимчивые люди, даже по смертельной опасности остаются верны своим семейным традициям. Маша готовилась и готова выдать вам краткую историческую справку про город Помпеи. В общем, город Помпеи, ему уже почти 3000 лет, он был основан в 7 веке до нашей эры. Посмотрите, какой он красивый. Здесь было все, канализация, водопровод. Нам даже показали брачные объявления, здесь был тинтер, на стенах писали. Бани, отопление, все было, это все было двухэтажное. Но в 79 году нашей эры произошло извержение вот того вулкана Визуи. Город засыпало, да. 11 метров пепла, его раскопали только в 18 веке. Но здесь идут до сих пор раскопки, раскопана только маленькая часть города. Месяц назад стартовали еще одну территорию, стали раскапывать. Вот, и очень много чего сохранилось. Очень красиво, и нас поражает, как много всего уже существовало. Какая была политическая система, сколько было сделано изобретений. В принципе, ребят, за последние 2500 лет не так много изменений произошло. Произошли изменения, извините, но, по-моему, сексуальных предпочтений. Нам рассказали, что здесь была легализована проституция, и эти женщины в древнейшей профессии ходили и завлекали мужчин в омволчиться. Короче, прогресс не такой быстрый, как он, кажется, да. А это мы пришли на главную площадь. Витамина, сеньорина. Витамина, сеньорина. Бананан, помаранги. Можно поговорить в Наполе, в Италии? Бенбенду, Наполе, друзья. Бенбенду, Наполе, друзья. Так, первая историческая часть закончилась. Мы загружаемся в автобус. Так, я решил более профессиональный углокер дать камеру. Я решила проблему водообеспечения посылок. Около двух часов после полу я прогребел с сыном оператором. Звучит музыка. И осталось сразу. Так, мы переместились из Помпея в Неаполь, это его старинский центр. Вообще, в Италии на каждом шагу вот такая военная полиция с автоматами очень грозного вида. Такое серьезное отличие от России у нас все-таки нет вооруженных людей на улицах, ну или если есть, то они какие-то секретные. Самое главное событие, которое нас ожидало в Неаполе, это Виктор Викторович приехал из Варенции. Виктор Викторович самый популярный персонаж, он с самого первого выпуска вообще участка. Оценка решает, ребята, все подписывайтесь на канал, больше лайков, больше хороших комментариев, никакого хейта. Только позитив. Никакого хейта. Смотрите, короче, вот такой ставчик подъехал, мы загружаемся на корабль. Золотые ананасы, золотые ананасы. Да, и там, короче, кроссовочки, футболочки, платьицы и так далее. На корабле уже все разложим, померяем, надеюсь, что все будет окей. Так, торжественный момент заселения на наш корабль, на который мы проведем ближайшие несколько дней. Довольно тяжело снимать со всеми этими сумками, но смотрите, вот так выглядит наш лайнер. Так, что нам надо сделать? Мы на паром только с чистыми руками. Привет, друзья! Мы теперь уже в Риме, у нас каждый день новый город. И я здесь был уже много раз, много раз уже рассказывал про Рим. Сейчас я выберу для вас, давайте, пять интересных фактов, которые мне самому запомнятся из этой экскурсии, из этой прогулки по Риму. Сзади меня Колизей. И что такое Колизей на самом деле? Да, Колизей это первое средство массовой информации. Раньше не было газет, раньше не было журналов, раньше не было Ютуба, не было интернета. И императору где-то нужно было встречаться со своими подписчиками, да, со своей страной. И вот это было это место. В 80-м году были первые игры, они длили 100 дней. И 100 дней постоянно приходили новые и новые люди, там около 100 тысяч помещаются. Так что это было очень важное место, и это было очень круто. И второй факт, смотрите, что все, что есть вокруг нас, в нашей жизни является для нас уроком. Оно не совершается просто так. Мы можем думать, почему вот эти ребята здесь находятся. В общем, пытайтесь понять, какой можно для себя ценный опыт из этого извлечь. Что касается этих парней, которые с монопалками ходят, что это такое. То же самое, что и в торговых центрах мы открываем магазины. Есть трафик, есть потребность, и ты встраиваешься в эту потребность. То есть колизей сам не строишь, да, ты не строишь торговый центр. Ты ищешь места, где есть много людей и какая у них есть потребность. И дальше ее как-то удовлетворяешь. Вот эти парни с палками, они нашли эту потребность. Итак, третье. Все, что нас окружает, все великое, то, что сохраняется на века, в это заложена какая-то одна большая, очень сильная идея. Если вы раскопаете в такую идею, то она действительно сохранится на большое время. Вот, например, Инстаграм, да. Какая идея у Инстаграма? Если раньше, допустим, Филипп Киркоров было какое-то божество, да, которое выходило иногда по телевизору, какие-то концерты, на которые невозможно было попасть, то сейчас есть Инстаграм и есть прямой эфир, в который выходит суперзвезда, и ты можешь пообщаться с ним напрямую, то есть вот эта вот идея стирания границ между разными людьми, разными категориями, вот эта вот идея, она лежит в основе Инстаграма. И так же всего абсолютно, что нас окружает, есть внутри какой-то феномен, какая-то идея. Мы сейчас в пантеоне, например, одна из идей, вот, например, вот этот желтый мрамор, он мог быть привезен только из Египта, и всем, кто заходил в этот храм, все понимали, что это народ, который завоевали римляне, это повод гордиться, и вот каждый кусок здесь, в нем своя идея, своя история, именно поэтому мы об этом вообще помним. Так что каждый раз, когда оцениваете какую-то идею, которая вам пришла в голову, подумайте, сколько действительно за ней вот этих людей, которые в это поверят, насколько это востребовано, насколько это настоящее, непридуманное, высосанное из пальца. Четвертое. Римская империя довольно долго была самой мощной в мире, несколько веков, она была номер один, но сейчас мы видим, что Италия это не номер один государства, да, сейчас номер один у нас это Соединенные Штаты Америки, Китай сейчас подбирается, и надо понимать, что все в истории циклично, и это касается не только истории государств, это и истории людей, да, у всех у нас бывают падения, бывают взлеты, поэтому если вы сейчас находитесь снизу точки, то не надо ставить на себе крест, знайте, что скоро будет рассвет, скоро будет белая полоса, ну и наоборот, тоже не нужно расслабляться, да, всегда нужно идти вперед, всегда нужно подниматься. Ну и пятое, финальное, то, что запоминается лучше всего, это истории, когда вы выходите с гидом, и гид вам просто дает какой-то контент, да, который даты, даты, там, события, то это очень тяжело воспринимается, гораздо лучше, когда есть история, в которой ты сам проживаешь, да, такая какая-то обычная простая история молодого императора, как ты можешь себя ассоциировать с этим человеком, поэтому запасайтесь с историями, друзья, когда выступаете на сцене, например, или когда вы делаете какой-то блог, или ведете инстаграм, знайте, что именно истории, это то, что запомнится вашим читателям. Давайте прямо сейчас выложите у себя в инстаграме историю своей жизни, напишите эту историю, и вы увидите, как интересно на нее отреагируют даже ваши знакомые, многие не знают вообще ничего о вас, многие, там, знаете, с кем вы знакомы, там, общались несколько раз в жизни, они вообще не знают, чем вы занимаетесь, что вы делаете, поэтому прямо сейчас возьмите, не только в инстаграме, давайте во всех социальных сетях сделайте это, расскажите историю своей жизни, с чего вы начинали, какие ошибки совершали, к чему вы пришли, вы увидите, какой будет крутой отклик. Я старался для вас, так что ставьте лайки, пишите комментарии, как вам понравилось, в комментариях напишите, может быть, маленькую историю своей жизни, или напишите ссылку на вашу социальную сеть, где вы оставите эту историю, и давайте между вами разыграем какой-нибудь подарок, я сейчас что-то куплю для вас. О, давайте, смотрите, давайте вот такой вот, прям интерактив. О, excuse me, how much? Yes. Окей. Это наша экспедиция, смотрите, это Женя, Юля, они из Минска, в Беларуси с нами. Жень, расскажи, сколько за последний год заработал денег? Дальше миллион долларов оборот чисто за год, в месяц получается 115-120 тысяч долларов, в одного года с утра вырастает. Ну, смотри, это оборот миллион долларов, а сколько примерно заработал за год? Вот этой суммы, чистый профит, 40-45 процентов, примерно. Да, это минус все расходы. 450 тысяч долларов примерно, это сколько у нас сейчас, 25, короче, по 2 ляма в месяц, нормально, 25 лет. Два и больше. Да, круто, красавчик. Что ты делаешь, что за бизнес? Бизнес на Амазон, то есть покупают товары, честно скажу, в Китае, потому что почти все товары, которые продаются на Амазоне, есть в Китае, даже сами американцы продают их от Китае. В общем, я нахожу поставщика в Китае, но перед этим я выбираю тот товар, который на Амазоне уже успешно продается, то есть я нахожу те товары, на которые есть спрос. Короче, ты продаешь китайские товары на Амазоне, по сути, ты даже их не трогаешь в руках, да? Есть сервис, называется AmazonPay, это когда ты доставляешь товарный скат Амазона, вернее, поставщики китайские это делают, и Амазон сам отправляет товар своим покупателям, понимаешь? Топ-1 товар. Наушники для, ну, обычно, наушники для спорта. Да, не Bluetooth, это непроницаемый, такие вот на что-то. Сколько розничная цена на Амазоне? 19,99. 20 баксов, у тебя закупочная какая? 8. 8, а сколько Амазон себе берет? Амазон берет примерно долларов 6. Это 14 долларов расхода? А, нет, 6, 5, 5, 5, 5, вот так. Получается 14 за скупка, 20... Здесь, например, наушники походят 5-6 долларов, и так, с сходной продажей. 5-6 долларов. Новая цена на... Да. То есть, смотри, сколько надо для старта такого бизнеса, сколько надо денег иметь? Слушай, ну, вот сколько там, ручно, бля, спускалось, не был товар, это беруши, уши, затычки. Да. 480 долларов на закупку, 480. Ну, мы купили сколько там штук было? 500 там штук было, ну, не копейки стоит, маленький резинчик. Сейчас сколько у вас, вот, сколько товаров? 4. А сколько денег в них замороженец? Сейчас. Ну, в месяц, примерно, мне приходится инвестирует товары долларов 35 тысяч, так примерно. 35 тысяч, так. 35-40. И, то есть, 35 инвестируешь, по сути, 35 забираешь? Ну, это даже больше, ну, да, примерно так. Примерно так? Да. Охренеть, вообще норма модель. Короче, видите, возможности много, так что не спрашивайте у меня, с чего начать. Только что была вам короткая инструкция, как начать свой бизнес. Сегодня проведу вам небольшую экскурсию по нашему круизному лайнеру. Мы отплываем от берегов Италии, вот там, в 100 километрах Флоренция. С кем ты разговариваешь? Да, в 100 километрах Флоренция. Сейчас я пойду в зал. Помните, я готовлюсь к берпи соревнованию. Мы живем на 14 этаже, вот так выглядит наша спа-зона. Вот здесь Mandara Spine Salon, я туда ходил уже вчера на массажик, фитнес-клуб. Пока за три дня я не видел, чтобы здесь было хотя бы больше, не знаю, 20 человек. Сейчас вот это максимум, наверное. Я здесь так просто разминаюсь, быстро там, 5 минут походить буквально. Хотя сегодня мы находили уже часа 4 мы гуляли, вот, так что я очень быстро разомнусь и пойду уже делать основную программу. Сегодня 100 берпи, 100 отжиманий. Блин, не знаю, столько я пока еще не делал в своей жизни. Будешь тяжело камер держать. Приколен там, да? На диване. Давайте прямо сейчас 10 берпи. Ребят, сделайте прямо сейчас. Вы сделаете молодец. Выкладывай в сторис у себя. Пиши внизу комментарий, я сделал берпи. Это ты для себя делаешь, но для меня. Все, все. Кроме тренировки. Все, можно идти поесть. С чистой совестью. Так, осталось 5 минут до конца ужина. Блин, это же под открытым небом, да, все? Офигенно. Охренеть. Смотрите, там аквапарк. Кайф. Прикиньте, я, короче, превратился в фитнес-инструктора. Короче, представьте, за 3 дня, пока мы путешествуем, я был 3 раза в спортзале, я был 3 раза в спа. И я не был ни в одном ресторане вообще. Ты посмотрите, какая красота включена. У нас даже алкоголь включен. Вы представляете себе? Я даже не пригубил просто ни рюмочки. Кстати, сегодня мы вам покажем казино. Я первый раз в жизни буду играть вообще. Я ни разу в жизни. Да, я ни разу. А я опытный игрок. Я играла в Бадене, в Монако, в Лас-Вегасе, в Индии. Короче, друзья, смотрите, мы попали в центр разложения. Да, бар, там, рестораны и, конечно же, казино. В этих, о, вот. Как раз я таких и видел в фильмах, вот именно такие сидят. Или вот такие тоже. Мне кажется, сейчас мне запретят снимать, вот. Но вы должны увидеть хотя бы кусочки. Смотрите, ребята, подняли бабла. Увидели. Окей, короче, нельзя снимать, ссорян. Айс-бар, васаби, суши, барбершоп. Короче, блин, ну реально, тут за пять дней даже намекаешься, все рестораны не обойти точно, да? Смотрите, куда-то тут поставил вешалочку. Айс-бар, да? Пойдем зайдем, да. Смотрите, реально, одеваешь одежду. Можно мы идем в айс-бар? Да, нет, это будет 25 долларов за вход. Да. 25 баксов за вход. Нормально. Виктор Викторович, кстати, мог бы и такую мне подогнать, да? А тебе дали два? Да, да, да. Да, давайте. На завтра мы идем, идем в айс-бар. Вау, слушай, тут реально прохладно. А, все? А, короче. Слушай, тут какая-то там водка, не водка. Смотри, алкоголь фри. Строферис, фигурлист. Но основная особенность то, что тут реально лед, да? Да, все садя. Оранжу, ванила, айс-крем и милк. Давай такой возьмем, да? Мы такие самые отвязные, да, тусовщики. Пришли два клубничных коктейля. Два. Ну как, оттянулись? Привет, ребята, мы в Монако. Ребята, я не могу молчать. Вообще, как? Черт, посмотрите, какая красота. Вот, кстати, вот там, видите, синее здание? Это там самый дорогой пентхаус в мире. 35 миллионов долларов стоит. Вот там. Современная красота, пафос и роскошь. Выглядит именно так. Оставляет ключи прям мотоцикл. На таком, это, непрестижно передвигаться вообще. Казино Монте-Карло. Олег расскажет пару фактов интересных о Монте-Карло. Однажды, два года назад я проиграл здесь 80 долларов. Вот такие интересные факты. Нельзя снимать. Да? И к тебе приближается здоровый охранник на Кашино. Ребята, мы мимо, проехали мимо Пальмит в Майорке. И смотрите, мы сейчас находимся за городом. Это настоящее такое большое сельское угодье, так сказать. А это завидный жених. Да? Это завидный жених. И это тоже. Пока там обеденный перерыв, мы вышли погулять по территории. Смотрите, как тут офигенски вообще. Вот такие каменные строения. А здесь нам что-то готовят. Что? Перри варят. Варят? Да, я спросила. О, кайф. И все это напоминает, как этот фильм был, Кустурица. Черная кошка, белый кот, да? Смотрите, а там свадьба. Испанская свадьба настоящая проходит. Смотрите, здесь много-много земли принадлежат этой семье. Вот, но сын сказал, что никогда в жизни не станет городским жителем, потому что он здесь фермер, настоящий трушный фермер. Вот. Уже почти взрослый. Ребята, это конкуренция в нашей встрече в Махачкале. Ну что, друзья, подошло к концу нашего путешествия. Я расскажу в целом о впечатлениях круиза. В общем, первое, очень удобно перемещаться между городами, потому что у тебя, как минимум, багаж лежит в каюте. Но, конечно, минус в том, что ты не можешь управлять своим временем, и ты не можешь, например, остаться на два дня в Каннах. Потому что мне там, например, очень понравилось. Вот я бы там остался еще бы пожил буденек. Вот. Короче, там, где плюсы, всегда минусы. Но главное обращать внимание на все позитивное. Так что проезд прошла офигенно. И вот, в общем, всем желаю это на себе опробовать. Стоит, по-моему, этот тур, может быть, 150 тысяч на человека, может быть, 200, что-то такое. Короче, он тоже точно стоит. Попробовать раз в жизни 100%. Ну, так. Так что давайте путешествуйте и кайфуйте от жизни.